Беги, Форест, беги! Вы не поверите, но я бегаю быстро, как ветер. Русский Форест Гамп, москвич Александр Капер, намерен за месяц преодолеть дистанцию почти в полторы тысячи километров. Из Самары через Казань и до Москвы. Стартовал марафонец из сердца нашего города, с площади Куйбышева. Несмотря на то, что я и спорт вещи не совсем совместимы, я решила присоединиться к первому антикризисному марафону и пробежать вместе с Александром небольшую дистанцию. Ну что, побежали! Марафон пройдет под лозунгом «Непотека, потею за ипотеку». Александр давно занимается бегом, но он не профессиональный спортсмен, и у него нет ипотечного кредита. Своим пробегом он решил поддержать и вдохновить всех, кто так или иначе пострадал от кризиса. В условиях этого кризиса надо начинать делать невозможные вещи. Надо начинать решать проблему с кредитованием, решать проблему с ценой. Сцена образования на недвижимость, которая необоснованно, зачастую коррупционно завышена. Надо решать проблему вообще в целой отрасли, надо ее очищать. И если кто-то говорит, что это невозможно сделать, то то же самое можно сказать и про мой марафон, что его невозможно делать. Надо начинать делать невозможные вещи. Идею антикризисного марафона всего за неделю поддержали почти 70 тысяч подписчиков социальных сетей. Некоторые планируют присоединиться к марафону по ходу пьесы. Сопровождать бегуна будет его товарищ на автомобиле. Здесь масса всего необходимого, поэтому не знаем, что нас ждет в пути. Здесь, соответственно, и питание, которое будет необходимо нам, если по дороге не попадется. Здесь есть и палатка, и спальные мешки. То есть, если переночевать придется возле дороги, то есть, где-то в лесу. Теплые вещи. Здесь пять пар кроссовок только на запас. В день марафонец планирует пробегать по 40-50 километров. Погода, говорит, как раз подходящая, не жарко. А боевой настрой и хорошая музыка в плеере помогут не сбиться с пути. Ну все, я схожу с дистанции. Не сказать, чтобы я сильно спотел, ну и не май месяц. А ты беги, Форест, беги. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События.